ЖБФ аккумулирует места встреч, видов в мировом масштабе, когда сюда стекаются многочисленные ручейки и реки наблюдений на уровне отдельных коллекций регионов, стран. И все это аккумулируется в одном музее. Более локальные онлайн базы данных и системы могут быть организованы на уровне стран, регионов и отдельных институтов. И таким образом возникает иерархическая структура и сеть, охватывающая разные уровни сбора и обработки находок видов. Если мы зайдем на сайт ЖБФ, есть основная версия, это на английском, и появился русский портал ЖБФ. Но это не, собственно, портал, это только оболочка для описания того, что из себя представляет эта платформа и этот проект. Если мы посмотрим в нижнюю часть этого сайта, то здесь расположена карта биологического разнообразия мира, или можно сказать, что блок биологического разнообразия. Это все точки находок и исключения более темным цветом, красным, и разрежения более редкие находки. Вот наша Западная Сибирь, она, конечно, по сравнению с Европой, с Центральной Европой выглядит совсем по-разному. Нас интересует территория Югрови. Попробуем приблизиться к городу Ханты-Мансийск. В районе Ханты-Мансийска виды у нас аккумулируются в районе двух стационаров, в районе стационара от Мухлина и в районе стационара в Шапке. И это не значит, что виды очень любят эти стационары и приходят туда, чтобы себя зародисклировать. Под картой есть возможность подключить фильтры и посмотреть разные параметры. Возьмем фильтр на территорию всего Ханты-Мансийского округа Юглы и увидим, что в G-Vid было около 18 тысяч находок на наш регион, уже опубликован. Тем, что и когда это было сделано. Если построить графики по публикующим организациям, то первая организация Югловский университет, здесь около 13 тысяч записей. Затем идет поляр-биологическая база данных. Я не уверена, что это такое, нужно посмотреть. Затем идет коллекция полярно-арктивского ботанического сада. 18 коллекций. Это, наверное, сбора университета Дмитриевны, которую она оправляла в базу данных лопатиты. И потом еще несколько небольших коллекций. Хорошо уже то, что на территории Югры основная подключающая организация расположена в Югре. Потому что это наша земля, наша Родина, и это наш задел делать с них находки. Могу бы быть по-рубому. Если бы... Бывает по-рубому. Посмотрим, какие организмы. И здесь... Ура! И если посмотреть на временную ось, то коллекции на территории Югры собирались с начала 15 века. Где-то здесь вот есть небольшой пик, около 80 коллекций. Потом здесь идут все рули. И в 90-х годах опять появляются пики. Ну и основная масса, конечно, все-таки в последнее время. Итак, что же такое сообщество, собственно, GVIF, кроме красивого глобуса психологического разнообразия? Как организация, GVIF был основан по инициативе организации экономического сотрудничества и развития ООПСЗ на собрании Микросайенс-форум в 99-м году. И в 2001-м году, собственно, был основан GVIF. И, видимо, это происходило так, что на таком уровне была осознана недостаточность данных о распространении вида для принятия решений и для охраны вида. То есть данные коллекции существовали, базы данных коллекций существовали на разных уровнях. стран, регионах, отдельных институтах. Но не было создано проекта, который закумулировал все эти базы в одну систему, в которую можно было бы уже обращаться для анализа. Ну и какой-то сопутствующий контролирующий аппарат всей всего этого проекта. И решение этой проблемы состояло в том, чтобы создать такую систему, как GVIF, которая была международной и исследовательской инфраструктурой для работы над обеспечением открытого доступа к данным о биоразнообразии на Земле. Один из ключевых моментов — это в том, как мы будем собирать эти данные, учитывая то, что все имеют разные традиции, разные обычаи, разные организмы. И здесь важно договориться об общем языке, определенном формате, едином формате, для того, чтобы собирать эти данные, стопки данных, в одну общую систему, таблицу, грубо говоря. Таким образом, GVIF существует уже около 15 лет, и в этом году приближается к своеобразному юбилею миллиарду записей в этой базе данных, что говорит о ее успешности, весомости и реальности, выполняющей комиссии. Если зайти на сайт GVIF, на основной сайт, то вверху в этой информационной панели можно почитать о целях проекта, о инструментах. В том числе здесь есть вкладка о проектах в рамках Citizen Science, которые участвуют в пополнении GVIF. Ниже, в центре, это основная панель поиска по разным параметрам, поиск видов, поиск по территориям и так далее. И в нижней части, если на какой-то, будет та самая интерактивная карта собственно всех находов, которые в настоящее время там аккумулированы. Если приложить эту структуру, этот проект, его цели к индивидуальным целям каждого исследователя и натуралиста, это все укладывается взаимосвязанно и укладывается... Представим себе жизненный цикл данных исследований. Он начинается как планирование и финансирование вашего проекта, затем выезд в поле и сбор данных и какой-то их первичный анализ, затем сохранение этих данных в вашем локальном хранилище. А вот с СЕРМ имеют два важных этапа, которые, собственно, определяют дальнейшую судьбу собранных данных. Это публикация, классический вариант это публикация в статьях, и обнаружимость этой публикации другими исследователями, то есть возможность поделиться этой публикацией этими данными с другими исследователями. И вот в этом секторе СЕРМ роль GBIF и подобных открытых баз данных, исходных данных, вот, выполняет самую важную роль, потому что здесь публикуются не обработанные данные как публикация, а исходные данные, таблицы, списки видов, чек-листы, исходные накопки в том виде, как вы их носите в вашу базу данных. На сути, это находка и этикетка, буквально, которая к ней привязана. Таким образом, если вы публикуете этот набор данных исходных в открытой системе, как в GBIF, то на следующем этапе она становится обнаружимой и, самое главное, используемой, поскольку у нее есть стандартный формат, с ней легко, чтобы знакомиться каждый, кто знаком с этим форматом. То есть мы можем догадываться о смыслах, которые вы вкладывали в ваших полях, и смысл создания устанавливается, и, таким образом, это становится стандартизированным и открытым. Вот GBIF, сайт, там на русском языке, здесь проект записывается, и пошеповка отдельных его код-проектов на русском языке, основной сайт на английском. Адаптируем. Забегая вперед, вообще-то такие узлы должны создаваться для стран, национальные узлы. А этот GBIF, это глобальный узел, который уже объединяет национальные. В России сейчас национального узла еще нет, у нас нету также регионального узла, и это все выстраивается постепенно. У многих стран такие порталы национальные есть, и тогда-то появляется национальный язык, и много других вещей, которые уже... На этой фотографии изображен вьюрок Дарвина, Дарвинс Финч, птица, род птиц, которая послужила для создания эволюционной теории Дарвина. И в честь Дарвина был назван формат данных по геологическому разнообразию для обмена этими Дарвинсами между людьми. Собственно, так. То есть формат Дарвин-кора, или формат Дарвина. Собственно, это правило название заголовков столбцов для того, чтобы можно было их разной таблицей, потом автоматически, программно соединять в одну общую таблицу базы данных. И правил заполнения этих столбцов полей в одном стандарте. Например, если говорить о формате даты, то, что мы договаривались называть месяц, год, месяц, день, а не как-то наоборот. То есть вот такие простые правила разрабатываются для самых разных признаков. Самое простое — это просто гибарная этиклетка, то есть что, где, когда собрано, чем определено, когда определено. Но если объединить все дисциплины биологические в одну, то получаются десятки и сотни таких столбцов терминов, которые вообще необходимы было в целом. Поэтому весь словарь Дарвин-кора включает сотни, наверное, терминов. Найти описание этих терминов по этой ссылке — это оригинал этого формата. И вот здесь на сайте русском есть перевод основных терминов. Не всех, а основных, которые могут понадобиться. Вот так выглядят, собственно, словари каждого отдельного термина, само название термина, потом его определение и, возможно, предлагаемые варианты для каких-то случаев. И я приглашаю, призываю всех использовать этот формат в заполнении ваших полевых таблиц этим летом, потому что в этом случае эта таблица становится используемой для разных целей загрузки в GBIF, обмена данными между разными базами данных. И мы стараемся организовывать региональную систему, поэтому это сразу облегчает работу с этими данными в будущем. Если мы попросим GBIF показать участие России в общем массиве данных, то получим такие цифры. Всего российскими участниками опубликовано до настоящее время около полутора миллионов находок. Эти находки были сделаны не только на территории России, но и в коллекциях хранятся данные по всему миру. То есть в коллекции, например, Московского университета могут храниться в Ассоциации Северной Англии. Всего опубликовано 36 наборов планов, но во всем этом процессе участвовали всего 20 организаций. Как вы понимаете, то организаций, где хранятся биологические коллекции, в России гораздо больше. Это и исследовательские организации, и музеи, и библиотеки. Но пока только 21 организация, поэтому как территория Югры, так и Россия находятся на начальном этапе, по сравнению этой области, и у нас еще много людей. И, как я уже сказала, то региональный портал, в том числе, активизация загрузки на глобальный портал EGIF способствует созданию региональных лечеек. То есть, если у нас созданы будут базы данных коллекций отдельных организаций, главы, университетов, то с помощью программного экспорта эти данные можно перенаправлять в EGIF, и автоматически, то есть, которые нужно вносить в глобальный портал специальности. И что еще кончет, то что именно на национальных и региональных порталах можно встраивать проекты в рамках гражданской науки или на родном языке в ближайшем нам среде привлекать исследователей к заполнению подобных видов в этих базах данных. Спасибо. Наверное, все. Я просто хотела пожелать приятного путешествия по сайту EGIF. Хотела пригласить специалистов присоединиться к публикации данных в стандартном формате, к созданию электронных баз данных коллекций и разработке регионального портала для интегрирования данных о биоразнообразии нашей территории Югры. И конкретные действия в этом плане мы делаем. Так что после этой встречи мы еще будем общаться и работать дальше. А еще хотела сказать для неспециалистов, чем это интересно. В общем-то, в заполнении таких таблиц заинтересованы, конечно, специалисты. И изучать термины Darwin Core любителям не нужно. Но разработка сайтов для публикации находок для любителей идет именно в соответствии с этими полями, с форматом Darwin Core. Поэтому, когда любитель видит перед собой форму на сайте, которую нужно заполнить в определенном формате, что, где, когда, и только так, а не по-другому, то можно уже понимать, что это не чата-прихоть, а это необходимость следовать общему формату и участвовать таким образом в научных базах данных, которые собирают эту информацию и от частных любителей в том числе.